итак всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет комментирует для вас слузский александр мы продолжаем проходить футбол менеджер 2017 до меня уволили из вестхэма но по вашим заявкам по вашим комментариям мы продолжаем эту именно карьеру не начинаем новую так что сейчас загрузим данный сейф и будем искать новый клуб новую работу и возможно этот клуб станет у нас совсем слабеньким будем изучать состав этой команды и постараемся решить задачи поставленные на вторую половину сезона передо мной руководством клуба потому что на задачи обычно ставятся в таких ситуациях там не вылететь или куда-то выйти то есть от тебя ждут мгновенного результата по спасению или что-то подобное так что давайте загружаться потихонечку до 5 трансляция параллельно на твиче так что не переживайте все вроде должно нормально так зайти и на ютюбе и на твиче так что твич поздоровайтесь ютюбом возьми русский немецкий клуб так куда возьмут меня туда и пойдем вот в чем интересно сейчас манчестер сити в погоне за гризманом вон какие тут трансферы у меня вон какие трансферы так смотрим биржу труда но вообще здесь как бы у нас вон есть жирона есть националь де модейра так-то применить ко всем вот я вообще во все клубы резюме отправляю посмотрим кто там согласится кто не согласится так заявление на пост менеджер клуба так принято стоит брестуа 29 что за команда не знаю националь до модейра не принято кстати ли он дюшер не принято морякам бы не принято жирона принято но тингем форест принято вот может быть сюда пойти хадерсфилд принято этим гем форест не буду и объявлять интерес об интересе к работе посмотрим куда меня позовут так что пока просто идем дальше саня правильно сделал что решил продолжить эту карьеру это выглядит реалистично пробуй взять английский клуб там всегда самые интересные матчи и сезоны ну вот сейчас попробуем ну как сказать из английской премьер-лиги мне кажется уже никто не предложит нам контракт а вот из скажем так чемпионшипа и ниже первой лиги второй лиги да там там можно поработать будет макклеер принимает предложение клуба кристалл пелос это все понятно вот стоит брестуа предлагает пройти собеседование ну давайте пообщаемся что вообще за клуб руководство довольно тем что вы нашли время прийти сегодня мы хотели бы задать вам несколько вопросов на тот случай если захотим продолжить работу с вами я рад что вы дали мне шанс поговорить с клубом давайте возьмемся за дело погнали значит как вы собираетесь справиться с тем что вы не владеете языком вот такой сразу вопрос так они во второй лиге до играет на как вижу на репутация три звезды позиция 18 во второй лиге в какой клуб меня берут ее мое реально 18 место 18 место во второй лиге франции так это достаточно простой язык французский тонул проще чем китайский конечно я надеюсь что вы сможете закрыть глаза на то что я не владею языком мы ведь все сможем говорить на языке футбола вот так отвечу язык не собирайся учить французский у вас достаточно скромный тренерский опыт и это немного озадачивает нас вы можете это как-то объяснить моя репутация должна говорить вам гораздо больше так репутация у меня так себе после вест хэма я не так давно работаю менеджером возможно мне не достает опыта но зато недолгое время что я провел в роли клубного тренера я хорошо зарекомендовал себя нет я понимаю что вы будете сильно рисковать если решите нанять меня ну вот так наверное отвечу вы можете объяснить почему вы хотите пойти на понижение в классе потому что у меня работы нет хочу принять новый вызов вы можете объяснить почему в данный момент вы рассматриваете несколько вариантов я всего лишь раздумываю над ними клуб ищет кандидата способного наладить гармоничную атмосферу в команде вы уверены что справитесь с этой задачей лучше нашего предыдущего менеджера а кто у вас был предыдущим менеджером интересно знать я удивлен что вы не думаете более важных вещах мне не особо важно как игроки ладят друг с другом я никогда ранее не имел проблем с настроением игроков на самом деле имел уже в вест хэме помните и кэрол и не только его значит ладно я пообещаю но на самом деле такое обещание которое можно и не выполнить потом что вы думаете о работе нашего спортивного директора грегори лоренции так смотрим значит на спортивный директор тренерский штаб у нас кстати не все позиции видите тут допустим тренерский штаб юниор до 19 вообще его нет скаутов можно 6 нанять знаю там как бюджет говна тингем доведи дал че ну ребят сейчас посмотрим сначала с этими разберемся можно же контракт от но не подписывать если они предложат контракт там уже будем думать если но тингем тоже предложит я считаю что должен обладать абсолютной властью я не хочу брать на себя обязательства работать с ним до тех пор пока имею возможность изучить этот вопрос глубже я счастлив работать с ним а можно посмотреть о нем что-нибудь вообще спортивный директор для клуба уровня стоит брестуа наверное нормально ладно я счастлив работать с ним какие варианты развития клубной философии у меня нет каких-то особых взглядов случае назначения мы ждем что вы избежите автоматического вылета вот она задача вы согласны или считаете что сумеете выступить лучше если я получу работу то надеюсь на более оптимистичные результаты и избежание необходимости бороться за выживание но нам придется бороться за выживание судя по всему так что давайте ответим все-таки скромно у меня нет предложений все посмотрим сейчас как отреагирует клуб это клуб второй французской лиги ну да 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 я понял и они идут в этой второй французской лиги на 18 аж на 18 там ребята мести то есть это как бы не очень хорошо для нас но будем ждать еще варианты будем ждать еще варианты привет ребята только подходит на стрим спасибо что пришли спасибо что поддерживаете потом когда матч будем играть надо будет громкость проверить настроена ли она или нет нормально громко тихо и так далее бомбардиры луис суарес 15 мунир валенсия 13 филиппе кайседа смотри а нету месси нету криштиану роналдо в испании странно они почему-то не лучшие бомбардиры ну только вот суарес и наймара тоже нет удивительно гризма на того же нет ну гризман сейчас похоже у нас здесь манчестер сити свалит такое тоже может быть привет санья женя да я помню твой ник на твиче так ладно далее ты еще не скоро майс играешь ну да я же новый клуб у нас тут надо будет все настраивать но это тоже интересно на самом деле и вот главное сейчас не допустить ошибки фатальные которые я допустил допустим начиная в вест хэме именно там все пошло наперекосяк сразу же я не смог нормально выстроить игру нормальную тактику и команда вообще меня не понимала что я от нее хочу и в итоге ну увольнение случилось небольшие лаги да не должны вроде быть все таки есть подлагивание да я говорил что может такое быть на самом деле у меня в картинке нет пропуска кадров и ничего такого странно странно качественный контент по футбол менеджера но на самом деле наверное не единственный вы просто мало искали у меня не особо он качественный если так подумать играет и хрен новенько заявление на пост менеджера клуба ницца не принято но это понятно так собеседование в клубе стоит брестуа не увенчалась успехом а почему изменение строя игр развития клуба но считает что ваша кандидатура не подходит жан-лу квас это тот человек который по их мнению придет команду к успеху ну и ладно и не больно ли хоть этого хотелось мне видите даже в команду которая идет на 18 месте во второй французской лиги меня не берут уже дожили дожили фм это такая игра в которой первый матч обычно часа через два антоха привет значит клуб haddersfield town предлагает пройти собеседование ну давайте пообщаемся также так так сразу отвечаем понимаете так вот сразу отвечаем также вы можете объяснить почему вы хотите на понижение в классе новый вызов утратили контроль над командой не будет проблем с психологией можете объяснить всего лишь раздумываю над вариантами ахо клуб ищет кандидата способного продемонстрировать лучшую игру команды сразу в нескольких турнирах вы уверены что справитесь с этой задачей лучше я уже зарекомендовал для меня всегда более важным был процесс они результат давай я зарекомендую себя что вы думаете о работе нашего спортивного директора стюарта вебара я счастлив с ним работать прежде чем занять этот пост мне потребуется небольшой бюджет я хотел бы чтобы бюджет позволил мне сделать ряд изменений в команде да я не знаю команду это так что не хочу предлагать никаких изменений пока опа случае вашего назначения я ожидаю футбола основанного на владении мечом но это то что я умею как бы ставить вроде как сможете ли вы построить игру таким образом играть в прямолинейный футбол играть в оборонительный футбол это вот нельзя а значит приветствуется делать ставку на контроль меча играть в атакующий футбол приглашать высококлассных игроков это в хаддерсфилд таунта 20 место в чемпионшипе приглашать молодых игроков для первой команды развивать молодых игроков я готов играть футбол вообще в пас в чемпионшипе играть вот вы поэтому и на двадцатом месте случае вашего назначения мы будем ожидать развитие игроков из молодежной команды черт вот с молодежи конечно я хотел бы полную свободу ну да я буду привлекать я пообещаю что буду какие еще аспекты работы вы хотите не хочу больше никакие мы не можем говорить о задачах которые должен решить потенциальный главный тренер если мы решим пригласить вас задачи бюджета будут оговорены перед началом следующего сезона но это понятно все ладно посмотрим смотрите а другое собеседование это прошло это продолжение до продолжения именно после увольнения так ладно еще одно собеседование прошли окей окей нет там все равно есть куда повышать да домашняя страница уйти из футбола мой контракт обещание история записная записная книжка а где говорите это курсы повышения квалификации то не вижу я что-то пока на ютюбе будут серии да будут 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 серии обязательно саня курсы все равно есть да я понял где они не могу найти сейчас не примет так хадерсфилд смотрите начинает переговоры трансферный бюджет у них 1 миллион евро зарплатный фонд 250 тысяч в неделю зарплата 5000 в неделю дата начала контракта незамедлительно продолжительность бонусы и статьи рост зарплаты при переходе команды выше дивизионов мы на двадцатом месте напомню вам снижение зарплаты при вылете 35 процентов делать ставку на контроль мяча развивать молодых игроков согласованное обещание стремиться поддерживать благоприятную атмосферу в клубе стремиться соответствовать турнирным ожиданиям удержать спортивный директор стюарт вебер ну что требует ответа прямо сейчас давай я отложу пока да пока я отложил они согласны подождать буду ждать еще предложений как бы домашняя страница мой профиль сейчас попробуем сохранение сохранявка у меня в цска такая же зарплата антоха жесть ну да чё-то как-то гиннер как обычно не тратит много денег раз уровень зарплаты соответствует двадцатому месту чемпионшипа это конечно да ах нотингем форест не принял так домашняя страница мой профиль ну профиль и где 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 уйти из футбола уйти в отпуск только могу если будет предложение нотингем фореста сразу да но не 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 захотели они да ладно она никакой роли не играет это понятно мне кажется лучше не соглашаться но у меня вариантов других нет понимаете чатик 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 чё там куда дальше домашняя страница мой профиль нету нету курсов повышения квалификации не вижу я ничего такого репутация смотрите 20 процентов общение с прессой зато 75 процентов у меня то есть с прессой общаться я умею тактические постоянства 50 процентов самостоятельность решений 55 процентов вот такой тренер осведомленный скаутов россия хорошо англия 50 процентов короче нету да нельзя мне курсы пройти не соглашайся на ютюбе карьера заново будет нет почему вот именно то что сейчас на ютюбе будет ладно ну что пока ждем пока ждем сложно будет понятно что сложно будет так еще там отправим значит дрезден принято ференция не принято критей луситанус какой-то принято брэмен принято кстати ничего себе эмпали принято ол ханэнсе принято как рассмотрели ба вишта в в в в в в о в еда фуллэм фулхэм хардпул аль господи что за команды вообще берлин копиник дамфет волсал принято к рассмотрению ну в общем есть еще варианты у нас смотрим дальше сыграл мой счет 0-0 статистика у них 0 ударов у меня 20 ударов 70 цена створ как жесть не знаю а курсов то и не будет у тебя лицензия максимальная так я и говорю же что у меня лицензия максимальная поэтому курсов не должно быть так оль ханэнсе чё за команда девятнадцатое место во второй португальской лиге отлично ну нет это уж совсем лучше уж чемпионшип идти нет извините извините но нет вердер бери так не от меня зависит если они попросят со мной разговор тогда я смогу туда пойти видите во вввв венло тринадцатое место в первой лиге голландии или в какой это первая лига я так понимаю что да ну вот можно в голландии поработать джупиллер лига финансы в норме национальная репутация две с половиной звезды хотя бы чемпионате в первом блин во второй лиге и они идут так неплохо так ну давай пообщаемся давай пообщаемся приветствую александровы да 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 так же вы можете объяснить новый вызов так как всегда раздумываю над вариантами атмосфера ага счастлив работать так приглашать ага приглашать молодых игроков развивать молодых игроков в смысле то есть не надо не надо развивать молодых игроков но надо их приглашать философия при которой ожидается что разумное число игроков первой команды будет подписано в возрасте 23 лет и моложе философия при которой ожидается что разумное количество игроков до 20 лет будет ага ага 23 лет короче от 21 до 23 лет нужно приглашать игроков понятно так если вы получите этот пост от вас буду ждать что клуб финиширует верхней половине таблицы верхняя половина ладно бюджет 650 тысяч меньшие затраты если я получу работу то мне потребуется гораздо больше бюджет они мне не дадут вот реалистичен все ооо жесть конечно 24 тысячи всего лишь на зарплату угу нет предложений все Эмполи не принято Боавишта не принято ладно допустим я бы согласился идти в Венло Олья Нэнси или Боавишту во вторых лигах Голландии и Португали играть очень интересно так это все таки вторая лига ё-моё я только сейчас чат увидел блин почему они с PSV тогда играли почему они играли с PSV объясните мне в кубке что ли иди в Вену лучше в чемпионшип ну сейчас посмотрим согласятся они нет а я помню почему-то эту команду что она была в высшей лиге Голландии ну Нидерландов странно видимо все изменилось видать так я на чат не смотрел если что ребят когда беседовал с руководством клуба также Рона не принято Динамо Дрезден предлагает пройти собеседование но это уж совсем это кстати SG SG Динамо Дрезден Бундеслига вторая семнадцатое место они там занимаются ну Вердер понятно не приняли так отклонить разговор кубок кубок в прошлом году вылетели ну вот оно как видите ну тут уже я не специалист по голландскому чемпионату так что уж простите ай ладно ждем ага ага руководство команды Huddersfield ну что можно наверное соглашаться нет соглашения по запросам правления развивать молодых игроков я могу сейчас прямо сохранить игру чтобы если что именно загрузить сейф и принять это предложение а сейчас пока отложим опять ты ищешь куда уйти да когда на ютюбе станет выходить посмотрим как только будут готовы серии ты чего бери Динамо Дрезден хороший клуб я был на их стадионе ну блин вторая бундеслига семнадцатое место лучше уж чемпионшип все таки англия ближе мне именно в плане того что я там начал работать дата начала контракта незамедлительно ну ка отложить согласно подождать ну вот и все ждем ждем и еще раз ждем зарплата здесь меньше такая же такой же процент понижения повышения собственно ну в общем тоже отложить тоже согласно подождать что там биржа труда применить ко всем значит ага Орлеан принято к рассмотрению Авелина Портимоненце Спарта Роттердам вот редивизия да первая лига вот это уже это уже получше Спарта вот может Спарту роттердамскую пойти а че это вообще за команда ага вторая португальская лига бот что за бот а это вообще бразильская лига в бразильской лиге поработать что ли Салернитана итальянская серия Б окей откажись от голландцев тебя уволили да меня уволили из Вестхэма поперли в середине сезона хотя не так все плохо и было я вот так посмотрел могло быть куда хуже но тем не менее руководству Вестхэма виднее ага гоф Спарту его воли гоф Спарту бот ботафога ага увьеда не принято Уолсал предлагает пройти собеседование ну-ка это вообще первая лига это еще ниже чемпионшипа тринадцатое место так на этот клуб не принято отклонить разговор но если что в Хаддерсфилд пойдем если так все и продолжится если сейчас другого тренера не назначат но если назначат то я загружусь наверное лига чемпионов это все понятно Пуцко оформил переход в Ростов смотри интересные трансферы Роттердамская Спарта одна из старейших один из старейших клубов и одна из лучших академий бот ботафога УСИ нет лицухи на Бразилии понятно не иди в Голландию просмотры упадут иди в чемпионшип мне кажется вообще не зависит это где я буду продолжать все равно уже не в премьер лиге так что ну что ага Хартпул Юнайтед ой это вообще четвертая лига Англии Портимоненсе это у нас что вторая португальская лига отклонить разговор отклонить разговор меня уволили из Ростова и тогда из Интера уволили тренера и меня туда кое-как взяли ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй ну что биржа труда снова применить ко всем я вот не вижу здесь нормальных команд уже честно говоря все какие-то так себе может реально пойти Ковин 3 Ковин 3 это же да тоже Скайбет Лига Уан ладно хрен с ним давайте ну хотите сохранить игру нет не хочу давайте загружаться и принимать предложения Хадерсфилд да хватит уже хочется уже начать играть какой набор логов у тебя стоит ой я не помню металл как-то там пак короче я не не помню серьезно попробуй в Россию так я везде пробую везде абсолютно везде пробую все поехали клуб Хадерсфилд Хадерсфилд Таун вылетим если ну так 23 место ё-моё они еще опустились потратить контракт завершаем сделку ну что надо состав будет хоть оценить сейчас куда мы там попали добро пожаловать в клуб Хадерсфилд правление клуба очень радо начало совместной работы и гарантирует вам полную поддержку в рамках вашего контракта с клубом вы будете получать 5000 евро в неделю до июня 2018 сотрудники работавшие в клубе до вашего прихода сохранили свои должности они готовы расторгнуть свои контракты с клубом по взаимной договоренности если вы захотите привлечь к работе свою команду сотрудников давайте встретимся здравствуйте Александр добро пожаловать в клуб Хадерсфилд я хотел бы отнять пару минут вашего времени и познакомить вас с командой до встречи с руководителем отдела по работе с молодежью с ним вы сможете обсудить должностные инструкции персонала я хочу заверить вас в том что вы можете полностью рассчитывать на поддержку со стороны правления ведь мы бы не наняли вас если бы не были уверены в том что вы способны принести пользу клубу давайте начнем встречу давайте изучим клуб я не знаю о нем ни хрена по традиции принято представлять новых менеджеров на пресс-конференции да давайте спасибо за ваши ответы в завершение хотелось бы добавить что есть много сфер деятельности которыми вы можете управлять самостоятельно либо поручить их персоналу давайте отложим это собрание до середины дня спасибо что вели меня в курс дела давайте давайте значит Стив Вивер я рад работать с этим лысым помните я отвечал не надо все равно буду смотреть господи что за дрянь ну такая другого варианта у нас не было у нас не было выбора реально значит здравствуйте Александр я Стив Вивер ваш руководитель отдела по работе с молодежью у меня к вам несколько вопросов по поводу управления командой я подготовил отчет о команде не желаете знакомиться с ним давай вы хотите чтобы я организовал собрание с членами тренерского штаба давай спасибо все хватит давай пока на этом встреча закончена все хорошо обновление трансферов я подготовил отчет о текущих обязательствах клуба на трансферном рынке Арон Мой или Муй не знаю в аренде да Дэнни Уорт тоже в аренду взяли из Ливерпуля Кейси Палмер из Челси Элиас Качунга Ингольштадт Яя Санаго из Арсенала Аджапонг из Сосола понятно все Джорди да ладно Хивула это тот самый Хивула который был у меня в Оренбурге серьезно это ведь он по-моему это ведь он реально крайний полузащитник центральный нападающий вот это это интересно не ожидал Кайл Дэймпси так выплата нет 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 так погоди я немножко не понимаю это значит мы взяли да а это ребята ушли в аренду в Брэдфорд Сити да Адоден Хак Брэксхэм Аран Муй из МС в аренде в Хадере давай схему 4-2-3-1 действие в атаке жесткое построение это всегда работает не знаю по-моему здесь нет какой-то одной схемы которая бы всегда работала значит травма у нас у Хуга опорный полузащитник на данный момент игроки недовольны хочу проинформировать вас что следующие игроки имеют неразрешенные проблемы с которыми теперь придется разбираться вам если вы не хотите разбираться с проблемами игроков сейчас вы можете переговорить с ними позже когда появится желание или когда ваши подопечные сами придут к вам Иван Пауревич это же тоже по-моему в РФПЛ играл он да способность неизвестна потенциал неизвестна хочет играть в основе понятно новостная лента так предложение по подписке значит угу 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 отписаться вот не понял Хардерсфилд Таун так English Community Shield почему отписаться Russian Premier Division оставлю все так же как было короче выберите капитана команды Хардерсфилд Таун значит лидерство у кого самое высокое у Хэффили у Хадсона он действующий капитан это у нас командная игра ну собственно вот Whitehead есть еще 15-17 35-летний я мой возрастная команда так-то ну не вся конечно он есть 18-летний ребята в первых просто строках возрастные ребята Джо Мёрфи вон 35 лет ладно значит марка Хадсона я оставляю Дин Whitehead вице-капитан я согласен я согласен история клуба Хаддерсфилд Хаддерсфилд давайте почитаем профессиональный клуб из Англии основан в 1908-1908 году а в этом сезоне выступает в чемпионшипе едва избежал вылета в прошедшем сезоне клуб проводит свои домашние матчи на стадионе The John Smith Stadium располагает отличные тренировочные базы и хорошими условиями для тренировки молодежи значит тренировочная база располагается на стадионе Canal Side Canal Side дублеры Хаддерсфилд играют на поле стадиона Canal Side клуб также располагает неплохой системой так принципиальные соперниками значит дерби будет с Leeds United из Bradford City расцвет клуба пришелся на двадцатые годы в последний раз титул был завоеван еще в восьмидесятом году побеждал в высшем дивизионе Англии в двадцать четвертом двадцать пятом двадцать шестом годах как давно как давно да уж давным давно клуб короче ничего такого не выигрывал но все-таки примерку брали хоть и почти уже сто лет назад брали 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 тренировочная база три с половиной звезды кстати да вот так вот так вот тренировка юниоров средний уровень тренировок молодежи так поиск молодых хорошая система поиска молодых игроков ну допустим это из уфы вот эта встреча я тут недавно в фэме упоролся по тактикам с пятью защитниками попробуй аки ростов отравлять жизнь лидером но у нас чемпионшип как бы так значит смотрим сильные и слабые стороны нашей новой команды значит дриблинг обладает лучшими дриблерами в турнире с показателем пятнадцать за игру понимаете да на что нам нужно будет делать упор расстановка что вот это вот не понимаю глубина позиции защитник с такими мастерами как Тони Смит в числе пяти игроков способных играть на этой позиции правый защитник глубина запаса выглядит впечатляюще полузащитник Аарон Муй один из шести игроков которые могут закрыть позицию атакующий полузащитник демонстрируя хорошую глубину состава перспективная молодежь есть Филипп Биллинг Джорди Хивула и Кайл Дэмпси семь из семнадцати голевых передач проходит после обычного паса уровень игры Дэнни Уорда на этой позиции великолепный вратарь хороший у нас защитник опять-таки принятие решений командная игра креативность лучшая игровая форма Аарона Муя трансферный бюджет так а недостатки пропущено обычный пас Нахки Уэллс лучший бомбардир но его восемь голов это всего лишь двадцатый результат лоу левых защитников у нас мало правых много левых мало понятно не обладает достаточной работоспособностью первое касание плохое высота прыжков пропущена справа фланга забита мячей мало навесов навесы плохие игра головой плохая домашняя форма гостевая штат тренеров штат скаутов тоже надо усилять рекомендации использовать условия для развития молодежи хорошее условие для развития молодежи так допустим Нанки Уэллс исполнители пенальти Пэйн Качунга но это потом главы я еще состав не спормировал погодите команда скаутов приветствует Марвин Эмнис да 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 смотри пятьсот пятьдесят тысяч я думал он дороже стоит Эмниста или Эмнис и у нас Ольсон оборонительный центральный защитник из Двесбромвича и Дин Марни из Бёрнли мощный опорный полузащитник я пока не знаю кто нам нужен давайте смотреть давайте смотреть так вот сейчас важно очень ой господи важно очень не про варганий тут все значит смотрим ничего себе у нас вратарь четыре звезды а потенциал вообще на четыре с половиной Дэнни Ворд но он в аренде а он именно в аренде наши это вратари конечно послабее ну наш вратарь Джо Мёрфи он у него две звезды всего лишь понятно что Дэнни Ворд идет на ворота угу значит правый защитник у нас Томми Смит три с половиной звездочки крайний защитник пусть будет так такая форма конечно непривычная ммм смотрим господи сколько центральных защитников то очень очень много этот вот Крис налево пойдет как я понимаю три с половиной звезды у него тоже Томми Смит всегда у меня был хорош новый или уволили из Вест... в смысле уволили уволили из Вестхэма Хук травмирован у нас вот Арон Муй так надо строить игру вокруг лидеров Матулевичу смотрите ничего себе у него потенциал пять звезд просто жесть команда не такая плохая как казалось вот я сейчас смотрю Уэллс три с половиной звезды так Качунга нападающий отходящий в оборону так центральные защитники надо что-то с ними решить здесь лучше у нас здесь вот Шиндлер как я погляжу пусть будет так и... ну пусть будет Хадсон наверное Шиндлер играет именно оборонительного центрального да ну пусть будет центральным защитником обычно тут блокировка лучше пойдет не смотри ты их рекомендации отправь скаутить восточную Европу и Скандинавию усиление за небольшие деньги можно и так Саня бери пять защитников и пытайся играть на 0-0 так ты удержишься в чемпионшипе а дальше уже как пойдет 0-0 удержусь по-моему надо побеждать в жизни Хаддерсфилд сейчас идет на четвертом месте в зоне плей-оффа первые 10-12 туров вообще первыми шли ну вот а тут футбол менеджеры они идут на 23-м месте вот такая разница огромная такая большая разница что у нас по атакующим полузащитникам есть левые есть правые то есть ну с флангами нужно играть понятное дело нужно два опорника мне у нас опорников мало смотрите у нас white hat как бы есть хук и пауревич пауревич будет играть в старте может быть успокоится как раз давайте тогда так и попробуем пауревич значит идет сюда опорный полузащитник с функцией поддержки ему подходит хук травмирован так бы был еще один опорник но видите тогда бы резерва не осталось white hat у нас мощный опорник как я понимаю с функцией поддержки давайте вот так вас расположу а тут ты можешь играть по-моему это неправильно я сейчас делаю ну-ка погоди значит основная обязанность опорного полузащитника защищать оборонительную линию от прорыва со стороны нападающих быстро накрывая их а также помогать держать мяч ключевая роль опорника придерживать мяч в то время как остальные игроки переходят а если мощный опорник опекать соперников и вступать в отбор и тоже помогает контролировать мяч в чем разница в чем разница от обычного опорника от мощного опорника полузащитника просто фм не фифа тут у тебя не выйдет всегда побеждать так это понятно это карьера с ютюба или новая да это она продолжение какая-то упоротая схема да схема я еще не делал схему так наброс это просто блин тут по умолчанию стояло вон 4 1 2 1 2 сейчас изменимся не переживайте мне нужен третий человек в центр и скорее всего это будет не ну давайте пауревич тогда вот сюда рядом кого-нибудь из центральных полузащитников того же Арана Муя он будет атакующим диспетчером так теперь мне нужны фланги и нападающий собственно значит фланг фланг и нападающий вот такой схемы будем играть значит Кейси Палмер поддержка угу это понятно все вот есть таргетмен у нас Санаго 3 звезды есть чистый форвард на этот Вейлс как раз давай как раз чистого форварда мы туда и поставим теперь смотрим фланги правый полузащитник атакующий у нас Лапара я вижу он получше чем Шон Скеннел Лапара крайний полузащитник поддержка окей а слева будет играть у нас либо Лоли либо Бан Лоли и Бан Лоли и Бан Лоли и Бан кто из них лучше но этот инсайд а этот атакующий полузащитник именно причем с функцией поддержки тоже так ну вот такой первый состав у нас получается что ли более или менее сформировывается и сомн и сомн , в Продолжение следует...